Сегодня, благодаря удачному стечению обстоятельств, а именно приезду в Москву Питера Филлипса, одного из крупнейших специалистов по музыке эпохи Возрождения, мы подробно поговорим о вокальной, хотя, наверное, не только музыке Ренессанса. В Московской консерватории Питер Филлипс провел несколько мастер-классов с ансамблем «Интрада», которым руководит Екатерина Антоненко. Она присутствует сегодня в студии и, я думаю, что тоже поучаствует в разговоре. Но сначала я хочу предложить посмотреть небольшой фрагмент мастер-класса из Рахманинского зала Московской консерватории, который состоялся буквально сегодня в первой половине дня. Московской консерватории Питер Филлипс Московской консерватории Питер Филлипс Московской консерватории Питер Филлипс Московской консерватории Питер Филлипс Почему именно музыка эпохи Возрождения? Почему именно вокал? Там же много всего было. Я выбрала музыку Ренессанса, потому что я была привознаю певцом. Я обратилась к музыке Ренессанса, потому что я вырос, исполняя ее, будучи певцом. Много Ренессансной музыки исполняется до сих пор в английских соборах. Я подумал, что я мог бы привнести новый интерес к этой музыке. Даже в Англии Ренессансная музыка не так популярна, как барочная или классическая музыка. Я хотел специализироваться в том, что я бы хотела стать важным. Я хотел специализироваться в том, что я бы хотела стать важным. Это такой популяризаторский момент. Вам хотелось, чтобы все узнали про эту музыку. Я тоже пыталась посмотреть в интернете на русском языке какие-то статьи. Их практически нет. Поэтому наша задача сейчас побольше про это сказать. Что-то такое понятное для всех, не только для музыкантов. Это был момент желания популяризировать музыку или это свое собственное удовольствие заниматься этим и это особое состояние. Я получала огромное удовольствие от нее. Я начала ее заниматься когда мне было 18. Я не думал над тем, чтобы стать знаменитым, конечно. Если бы я хотел стать быстро известным, я бы скорее Моцарт или Бах дирижировал. Я хотел заниматься чем-то необычным. Англия позднее вступила в эпоху Ренессанса. Это как-то сказалось на вокальном исполнительстве? То есть это как-то продолжает? Имеет ли это традицию сейчас или сейчас это уже просто европейская традиция? Что действительно выделяет музыку Ренессанса? В ней нет инструментов. Это также правда и средневековой музыки, которая до Ренессанса была. Что мне очень нравится в музыке Ренессанса, это то, что это просто голоса. И когда я дирижирую, я имею дело напрямую с человеком. Это для меня не так меня воодушевляет дирижировать людьми, которые играют на инструменты. Я спрошу у Кати, потому что Катя руководитель ансамбля, который участвовал в мастер-классе. Это не очень давно сложившийся вокальный ансамбль, несколько лет Виндрада. Ваш интерес к этому периоду и ваше удовольствие, как сказал Питер, в этом что? Только ли этот период или вы берете гораздо шире? Мы берем шире, чем Питер. Мы исполняем также музыку позднее. Мы исполняем и барочную музыку, и музыку классицизма. Но особое удовольствие это исполнять музыку Ренессанса. И, конечно, особое удовольствие исполнять ее вместе с Питером. А в чем это особое удовольствие? Вы же можете сравнить свое состояние в процессе исполнительства. Это же очень важная вещь. Вы как инструмент, который играет, который исполняет. И поэтому это ваше физическое состояние, не только душевное. Может быть, здесь есть разница между барочной и ренессансной? Конечно, нужно, наверное, спросить певцов в первую очередь. Но мне кажется, что то, что эта музыка только для голосов, а капеллы, это тоже имеет значение. Если мы исполняем барочную музыку или музыку классицизма, мы чаще всего часть звучания. Безусловно, важная часть звучания. Но, опять же, мы играем определенную роль. А здесь все, что происходит, в общем, зависит от нас. И это больше ответственности накладывает, но в то же время это и более интересно и увлекательно. Но если, может быть, посвятить ответственность... Да, я хотела, может быть, да, кто-нибудь... У меня есть вопрос. Вопрос. Я думала, что нет. Я бы хотела спросить. Вы сказали, что вы пели в хоре в Англии. И у меня встречный вопрос, как тоже певца в хоре, но православной церкви. Насколько православный русский человек может почувствовать душой и, главное, правильно спеть музыку того жанра, которым вы занимаетесь? Мне очень интересно. Она же ее поет. Она должна знать ответ. Мне кажется, что ей это действительно нравится. Она получает от этого удовольствие. Конечно. Я, лично я считаю, что религия и, наверное, религиозное воспитание, не знаю, как лучше это перевести. Восприятие. Восприятие, да, что оно настолько важно. Никто из нас, англичан, да, не говорит по-английски. А мы постоянно поем на этом языке. Я не понимаю каждое слово по-латыни, и я не понимаю точно, что это означает для католиков. И я вообще-то и не катую. Мы поем эту музыку по всему миру. Например, в Японии или Китае. И они обожают ее петь. И культурно наверняка это очень далекая традиция. Но музыка она также увлекает, как и любой другой светский репертуар. Я думаю, что вы продолжаете традиции как раз Ренессанса, когда музыка стала важнее, чем слова. Мне кажется, что это как раз тот самый случай. Да, я согласен с этим. Я думаю, что я. Но есть некоторые люди, которые считают, что было бы лучше, если бы мы слова больше выделяли, что слова важнее. Но я всегда об этой музыке думала как просто о великой музыке, вот абстрактной. Ань, ну как раз вот вы нам расскажете, потому что есть ли разница между, я конечно прошу прощения, и профессионалов, то есть это не левый клиросс, но да, между исполнением в храме и исполнением концерта в духовной музыке? Разница, ну конечно разница есть в первую очередь, потому что храм это все-таки храм с определенной акустикой и определенными особенностями, а концертный зал, ну аналогичная ситуация. И в принципе для концерта, конечно, можно выносить вещи более широкого масштаба. Конечно, это законченные произведения, то есть это не яктеньги, не что-то такое исполняемое чисто в храме. Ну вот ваше собственное состояние, да? То есть вы просто исполняете или это еще плюс что-то? Да. Я тоже, я вхожу в храм и пою на клиросы, правда все-таки, ну как-то. Я недавно разговаривала с одним батюшкой, он упрекнул один хор в том, что он поет по слишком мирянским звукам. Мне кажется, все-таки каждый понимает то, что храм это не обычное здание, в которое ты заходишь, да? Не в том дело, что ты делаешь земные поклоны, что ты накладываешь крестное знамение, не в том дело, что ты видишь иконы, а в том, что это совсем другое душевное состояние. Безусловно, репертуар у церковного хора и у светского хора, исполняющего духовную программу, он различается. Никогда в хоре в светском не прозвучит, допустим, какая-нибудь сугубо ектинья, на нее нужно определенное разрешение, начнем с этого. А в клиросном исполнении никогда не прозвучит всеночная рахманова, потому что должны быть определенные каноны. Пение, если смотреть по уставу, там описывается этот момент и как там написано, я не помню точно, но общий смысл того, что пение должно не вызывать какие-то земные чувства, а передавать состояние, которое делает человека более умиротворенным, более задумывающимся о том, где он, зачем он и перед кем он. Я думаю, что это, наверное, самое главное. Безусловно, ты думаешь о том, что ты поешь, как ты поешь, есть какие-то определенные задачи, которые уже просто идут, ну, не знаю, на уровне чисто рефлекторном, наверное, как-то так. Но в основном это погружение в то, зачем ты сюда пришел, что ты этим выражаешь. И обыкновенные слова даже, которые, прошения те же самые, да, они не идут с точки зрения музыкальной, они идут чисто от сердца. Должна ли быть духовная музыка, ну, даже церковная, да, эмоциональная, вот эмоциональная с точки зрения светской? Почему нет? Не нужно, конечно, утрировать эмоцию. Красота музыки может быть суперфишелкой, не знаю? Поверхностной. Поверхностной, ага, поверхностной эмоциональной. Что мне действительно нравится в ренессансной музыке нужно пойти не по поверхности, а, наоборот, в глубину, чтобы найти смысл. Каковы основные принципиальные новшества ренессансной музыки по отношению к средневековой? Техника пения также улучшилась значительно пение и хоров, да? Средневековая музыка пелась в основном маленькими группами, да, маленькими составами и в основном по одному человеку на партию. Но к концу 16 века, например, в Сесинской капелле было около 50, да, хористов, певцов. Их учили гораздо более тщательно, чем в период средневековья. А я хотела, собственно, тогда спросить, а как мог композитор в эпоху ренессанса пошутить? То есть я имею некоторое представление в этом плане о барокко, а вот как раз как в эпоху ренессанса можно было пошутить? Ну, как раз использовать какие-то тексты и очень их звукоизобразительно, например, передать, какие-нибудь кваканье лягушек, это самое такое было. А церковь как к этому? Ну, это светские произведения, например, но есть, у Орландо Лассо есть... Тик-так. Тик-так, понятно, но я имею в виду, что у него есть, например, в духовных случаях есть матет, где, в общем, он иллюстрирует, как певцы запинаются. И вот они запинаются, повторяют слова по десять раз, значит, две части у этого матета. Ну, вот таким образом. Ну, церковь к этому относилась лояльно? Ну, у Орландо Лассо я ничего не слышала про то, чтобы у него были какие-то разногласия с церковью. Значит, наверное, да, он был слишком знаменит. Ну, наверное, были какие-то и разные истории, но я об этом не знаю. Давайте, может быть, у Питера спросим, потому что мне тоже кажется, что вполне вероятно, что в истории музыки того периода были моменты, когда возникали противоречия между вот той красотой, украшенностью музыкальной, которая, возможно, уже отвлекала от службы. Реформация была в 16 веке, но до этого никаких таких конфликтов не происходило. На протяжении большинства времени, который длился период Ренессанса, церковь, наоборот, хотела только самую лучшую музыку, самую дорогую, в общем, которая обходилась дороже всего, самую красивую. И из-за того, что она считала, что Господь этого достоин. И результат это очень утонченное искусство, элитное. И после этого была реакция. Реакция общества или церкви? Реформация, да. Реформация, да. Слова стали внезапно не на латыни, а на языках народных, национальных. Они использовали мелодии, которые они все знали. Да. Имеется в виду... They continue to use chant, for example. Да, chant in the Catholic Church and chorale melodies in the German Lutheran Church. Имеется в виду григорианский хорал в католичестве и хорал немецкий, да, уже привнесенный лютером, то есть реформацией, собственно. But the actual musical style became much simpler. Но вот стиль музыкальный стал гораздо проще, упростился. В эпоху Ренессанса, например, в живописи есть такие признанные гении, которые выделялись не только своей искусностью, да, но и, может быть, более широким мышлением. Я, например, говорю о Леонардо да Винчи, к примеру. Я понимаю, что, кажется, в музыке Ренессанса таких общеизвестных, наверное, да, которые каждый четырехлетний ребенок знает звезд, так, может быть, нет, да, для обычного человека. Но вот вы, как специалист, могли бы выделить кого-то, кто бы мог им стать или кто им является, но мы об этом не знаем. Пожалуйста. Вы должны понять, что музыканты, они не были такими, как Леонардо да Винчи. Леонардо хотел заниматься всем, действительно всем. Музыканты были только музыкантами. Но они были великими музыкантами. Я думаю, что величайшим в эпоху Высокого Возрождения был Палестрина. Кого мы исполняем в нашем мастер-классе. Он был один итальянский музыкант, который действительно доминировал. Все уважали его, и я уважаю его пятьсот лет спустя. И другие были, например, Орландо Лассо, Фламандец, которого мы сейчас исполняем тоже. В Англии, например, я очень люблю музыку Томаса Талеса и Уильяма Берда. В Испании важнейший композитор был Виктория. Это величайшие музыканты, композиторы. Я считаю, что музыке этих композиторов интересно все. Так же, как и дальше. То есть они не уступают позднейшим периодам нисколько в моем, по моему мнению. Я абсолютно уверен в том, я верю в то, что музыка Палестрины так же велика, как и музыка Моцарта. Я говорю это во всем мире, и именно поэтому я сижу здесь. Я верю в это. Но ведь именно тогда только начинается композиторство как таковое сочинительство. И кто эти музыканты, кто сочиняет вокальную музыку? Ну, то есть это профессия? Известно, что органисты сочиняли, да? Все они были певцами. Например, Палестрина служил в Сикстинской капелле как певец. И они писали музыку для хора, в котором они пели. Как им платили, я не знаю. Какая у них профессия, это на самом деле непонятно. Но в первую очередь им платили за то, что они пели. Талис работал в Королевской капелле в Лондоне. Виктория в Королевской капелле в Мадриде. Лассо путешествовал везде, он действительно как посол, посланник этой музыки. Он больше был как ренессансный человек, он больше похож. Говорил на новых языках и по всей Европе путешествовал, работал по всей Европе. Это очень интересный, может быть, эксперимент. Потому что если посмотреть какие-то национальные особенности, есть ли они в это время в вокальном, может быть, в технике, в антонировании. Да, они существуют. А вот язык музыкальный, которым они все пользовались, он был международный. Так же, как, например, латынь в тот момент был международным языком. Музыка тоже в ней был заложен определенный код и были правила, она следовала определенным правилам. Но это правда также о любом композиторе, Чайковский, Брамс, Вагнер. Они следовали правилам композиции, сочинения. И они создавали свой язык, исходя из этих правил. В Ренессансный период правила были достаточно строги. Но я думаю, что испанский композитор, испанское сочинение не звучало так, как итальянский. Потому что, наверное, есть даже разница звукоизвлечения, то есть какие-то природные вещи, свойственные той или иной нации. В технике пения не было различий, он думает, потому что, в общем, не было никакой техники пения. Хоры создавались немножко по-другому. Не по-другому, а по-разному, да? В английских соборах были также хоры мальчиков. А в Систинской капелле, например, мальчиков не было вообще. И в 16 веке, например, басовая партия, она опускалась и опускалась. И вообще диапазон музыки сильно-сильно расширился. Я тогда вернусь, собственно говоря, к студентам. Потому что я хочу спросить тех, кто учится в музыкальных вузах. Собственно говоря, это хоровое отделение? Нет? Да, да, да. А почему вы пошли? Это дирижер, да? Правильно, дирижер? Да. А почему? Потому что это такая профессия, ну, какое-то время назад она была понятна, в советские времена. Потому что тогда учились музыке просто ради того, чтобы учиться музыке. И было много, ну, относительно много мест где-то. А вы пошли почему? То есть вот это вот хор, это что вот для вас? Почему вы решили туда пойти? В принципе, если ты идешь в музыку, то ты идешь не потому, что рассчитываешь на какие-то высокие привилегии, да, жизненные, а только потому, что ты это любишь. Как правило, люди искусства, они действительно такие люди, которые идут именно по желанию в ту или иную стезю. Касаемо нашего факультета, почему именно хоровое дирижирование, ни для кого не секрет то, что хоровое дирижирование это как дверца в жизнь, которая имеет множество выходов. Ты можешь быть и тем, и другим, и третьим, и четвертым. Безусловно, это широкий профиль, это достаточно развитое мировоззрение и кругозор жизненный, безусловно, это требуется в этой профессии. Почему? Вы думаете, что вы будете дирижером? Нет, к сожалению, наверное, у меня нет такого дара, который есть у Питера, да, и ему за это огромное спасибо, за то, что он действительно распространяет такую музыку, и он просто приходит и делает это. Мало у кого так получается, когда человек просто входит, поднимает руки, и все звучит. А в чем, вот расскажите, вот в чем, как это происходит? Ну, это как талант педагога, либо вы педагог, либо, ну, не получается. Я понимаю, что у меня такого нет, и хотела бы я этого или нет, к сожалению, у меня так не получится. Таня, ну что-то вы про себя знаете, вы понимаете, вот чего вы хотите действительно быть? Да, безусловно, мне нравится петь. Именно поэтому я в этом коллективе, и я очень благодарна Кате, что в один прекрасный момент у меня раздался телефонный звонок, и мне просто так предложили попеть. Видите, я очень была рада, я была очень рада попеть там, и вот уже третий год я пою в этом коллективе. Мне нравится то, что у нас, в нашем коллективе все дирижеры, как ни странно, и все направлены на то, чтобы как можно больше развивать себя, как можно больше доносить музыку, делать ее понятной, делать ее качественной. Потому что порой у нас не хватает именно качества в нашем исполнении, то, которое мы слышим в округе, да. Не зря к нам приезжают коллективы, и у нас залы полные на них, у нас раскупаются все билеты. Приедет Талис Корлес, я уверена, что там просто будет фурор. Приезжал гардинер, Ревек приезжал со своим коллективом, у нас даже галерка была раскуплена. Это здорово, и хочется, чтобы у нас так было, и мы стараемся над этим. Мы делаем то, что от нас требуется, что возможно. Таня, я вас хочу спросить все-таки, вот когда ты сам из себя инструмент, да, то есть вот это самый естественный инструмент. Это самое интересное. Да, вот я хочу спросить, как ты сам инструмент, ты же сам знаешь, как это делать, ты сам представляешь, как это. А весь хор это один такой большой, да. Это один большой организм, который дышит одинаково, и это здорово, когда ты чувствуешь поддержку людей, которые рядом с тобой стоят, которые находятся с тобой на одной волне, у которых глаза горят точно так же, как у тебя. Это великое счастье, на самом деле, найти единомышленников по своему делу. Я каждому желаю такое. На самом деле, действительно, в исполнительстве хоропом есть какое-то большое удовольствие. И вот Назар Кужухарь, который, собственно говоря, музыкант, мне рассказывал, что он получил такое большое удовольствие, когда он был маленьким и пел в хоре, а не когда вот он со скрипкой там занимал какие-то места. Да, вот то ощущение счастья, окрыленности музыки пришло к нему тогда. Да, вот почему-то, да, это какая-то такая история. Но вот я как раз у Ани тоже хочу спросить. Аня, как вы дошли до хора? То есть, вот это действительно был такой церковный, может быть, какой-то вход? Нет? Нет, знаете, я пою в хоре с самого детства. Я училась в Нижнем Новгороде в хоровой школе «Жаворонок». И, в принципе, могу сказать, что она как раз заложила основу, вот желание заниматься дирижерской профессией, потому что у меня с детства две страсти — это хорошая литература и хорошая музыка. И в хоре это как-то всё так совместилось. Я абсолютно согласна с Таней, она очень правильно сказала, потому что это большое счастье петь в хоре, видеть своих единомышленников. И, опять же, подчёркиваю, что мне очень нравится то, что мы работаем прежде всего со словом. Будь то слово на моём родном русском языке, мои любимые поэты, как Ахматова, например, как Борис Пастернак, или будь это латинский текст, это всё очень интересно. И также я сейчас как студентка консерватории, я ставлю себе задачу узнавать как можно больше музыки, развиваться. И, конечно, вот ансамбль «Интрада» я тоже очень благодарна Кате, что так получилось. И я пою с Петером Филлипсом. Это, конечно, неизменимый для меня опыт, мне это очень нравится, я в восторге от этого. Вы как-то себе объясняете действительно секрет того, что делает Питер с хором, когда он что-то выстраивает? Вы как-то понимаете? Вы знаете, мне кажется, дело именно в дирижёрской энергетике и харизме. Вроде бы слова такие достаточно общие, но это очень индивидуальные чувства. Но в то же время они разделяются и всем хором. Если дирижёр излучает какую-то энергию, энергию действия, он понимает, чего он хочет. Он понимает изначально это у себя в мозгу, естественно. Передаёт это глазами, жестами. И тогда, даже не говоря на том языке, на котором говорит дирижёр, хор всё равно понимает. Мы же музыканты, мы же люди, у нас есть сердце, у нас есть душа. И это в первую очередь, потому что язык музыки, он язык интернациональный. Абсолютно необязательно говорить об этом, просто нужно услышать и чувствовать. И это закон музыки, так было всегда. Аня, вы для себя видите какую карьеру? Потому что есть варианты, да, наверняка? Хороший вопрос. Я знаю, что с музыкантами говорить про будущее достаточно сложно всегда. Да, точно. Но тем интереснее. Может быть, всё-таки есть что-то. Вы знаете, меня всегда пугает слово «карьера». Для меня это сразу как будто я здание по кирпичикам строю, а у меня всегда было не очень со строительством и с математикой. Я боюсь этого, честно. Работой тоже это называть не хочется, знаете? Не хочется, потому что это не работа, это огромное удовольствие. И я хочу петь в хоре, продолжать петь как можно больше. Меня это заряжает, мне это нравится. И как я сейчас пою в церковном хоре, также в консерватории, в ансамбле. Да, я хочу быть певицей хора. Если у меня получится с моим коллективом, то это будет, конечно, замечательно. Но пока что у меня таких планов нет. И пока что мне хочется именно вбирать больше какой-то информации, отдавать. Может быть, это придёт потом, но пока что вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok